Товарищ Ябах, ты не в силах стоять Сказал кочегар, кочегар Огни в моих топках совсем не горят В котлах не сдержать мне уж пар На палубу вышел, сознания уж нет В глазах у него помутилось Увидел на миг ослепительный свет Упал, сердце больше не билось Ну так что у вас с моими майскими указами? Май-то кончается? Дима, у нас тут совещание, а ты опять телефон тупишь Извините, тут племяннику задачку в школе задали А он решить не может Дети это святое Давайте поможем засранцу, племяннику Читай условия задачи Один столевар в 50 лет вышел на пенсию Проработав на заводе N лет Спрашивается, какая у него будет пенсия? Мне кажется, условия задачи не полные Да, надо узнать, кто конкретно этот столевар Где конкретно служил Дима Значит так, столевара зовут Петров Иван Андреевич Проживает в Новопипецке, во, на улице Старперская Пьет? Пьет? Сейчас уже да Я когда ему позвонил, он очень разволновался Спасибо, Дима Дима? Вообще-то пенсия вредна для здоровья Я узнавал, самая высокая смертность среди пенсионеров Да это и понятно Я слышал, они одними таблетками питаются Еще и на зиму закатывают Дурацкая задача Почему не про двух землекопов, например? Про двух землекопов это следующая задача Сколько получат землекопы, которые будут хоронить Ивана Андреевича? Кстати, а какая будет пенсия у меня? Да вы что, Владимир Владимирович Работайте тысячу лет Скорее Россия уйдет на пенсию, чем вы Вашу пенсию бюджет не потянет Ладно, ладно, обо мне потом Так как нам со Столиваром-то быть? Да нехрен ему на пенсию делать Не дорос еще Точно, нужно пенсионный возраст поднять Лет на пять Направление верное Лучше, когда страной руководит трудоспособный мужик Не какой-то 65-летний пенс Ха, пардон Но почему только на пять? Лучше на тридцать И пусть эту задачку решает Какое-нибудь следующее правительство, а? Ну что, я звоню племяннику? Погоди, надо же ответ проверить А то вдруг мальчик-то двойку получит Да-да, мы ему жизнь поломаем А ему еще через год каким-нибудь министерством потом руководить А как мы проверим? Да как всегда, на людях Пиши указ